Когда не можешь понять, где катать, в стриту или в парке. Иди в парк, разомнись, а потом иди в стрит. Это что вообще за странный скейт-парк такой? Интересно, сколько же всё-таки метров трубы ушло на создание этого скейт-парка? И для чего? Хотя, может быть, Энди Андерсон бы и проскользил по этим трубам, буквально так по всем, как всегда он скользит. У вас тоже так же? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, я всегда только на парке на скамейке сплю. Когда пытаешься объяснить родителям, что доски это расходный материал? Да, именно так оно и есть. Так у меня и было. Если у тебя было так же, ставь лайк и погнали. А мы начинаем это видео. Вы на канале Финскейт, меня зовут Ференс. И сегодня посмотрим все мемчики в скейт-движухе, но не все, а часть мемчиков. И просто поугараем. Список запчастей, на которых мне хватает денег. И там написано болты за 100 рублей. Бьёт, значит любит. А я считаю не так. Бьёт, значит психует. Не психуйте, не ломайте доски. Наркотики зло, алкоголь отрава, курение фигня, любви нет. Скейтбординг к тебе претензий нет. Это мем еще из моего детства. Обожал когда-то его. Если тоже считаешь так, обязательно лайк на этот видос. Бог существует! Ну конечно, парнише просто повезло. И таких везучих ситуаций бывает одна на миллион, наверное. Ну вот здесь, что я могу сказать. Вот так надо было на Кинков Зароуд кататься, а не пену тратить впустую. С чем ассоциируется первый снег? У девушек, у парней, у скейтеров. Я один не понял, что у парней там такое вообще непонятное. Типа гараж. Зачем? Некоторых жизнь ничему не учит. В смысле? Ну что, получил травму. Ладно, оно прошло и опять катаюсь. Что теперь? Травмироваться и больше не кататься? Вот это странный мем. Три стадии чистки шкурки. А на второй стадии, мне интересно, он просто закрыл глаза. И что за стадия-то такая непонятная? Что ездит на Новый год в городах США? Что ездит по улицам моего города? Так оно и есть. Полный город этих самокатеров. Еще не на таких спортивных, а, блин, на электро. Которые вообще, блин, на ступеньку боятся запрыгнуть. Научиться кикфлип. Моя лень. Кикфлип. Нет. Ну так оно и есть. Так оно и есть. Ну, у меня в частности не кикфлип, а там какой-нибудь хардфлип. Или еще какой-нибудь сложный трюк. Но именно так. Ты пытаешься пару раз, потом думаешь, эй, ну нафиг, лучше поделай что-нибудь другое. Это жизненно. Решил дома потренить. Ну, ну, ну да. У каждого, наверное, в самом начале такое было, когда, бац, никого нет. Думаешь, о, дай-ка я что, нет, дай-ка, дай-ка. Попытаешься там Оле, попытаешься там это. Я даже бывало и на диван запрыгивал с Олей, типа представлял, что я скользил. Что у тебя доска такая поцарапанная. Ты что, ездить нормально не умеешь? Это вопрос всегда меня тревожил. Но меня в частности нет. Родители меня понимали. Но вот на улицах к нам до сих пор часто подходят люди и просто говорят, что вы нормально ездить не умеете, что вы тут шумите, что вы тут плитку ломаете. Вот, катайтесь нормально, как нормальные люди. Вот это очень бесит меня. Эту плитку не выстроили, не вам ее ломать. Вот как построите, так ломайте. Еще наглые такие спорят, видите ли. Ну да, голос бабушки у меня не получается сделать, но все же. Извечный вопрос. Бабушек, скейтеров и вообще детей, катающихся, живущих не так, как они считают нужным. Здесь просто крутая фоточка. Смотрите, какие татухи. Мне больше всего вот это понравилось. Сори, мам, что в детстве я катался, повзрослел я катался, дальше я катался и потом уже с пивком такой тоже на скейте. И все связанное со скейтом. И здесь даже сбоку на ребрах трешер написано. Я один считаю, что это лучше, чем это. Нет, не один. Я тоже считаю, что вообще зачем курить и пить, если можно просто вот пить сок, взять досочку и пойти кататься. Зачем пить, я не понимаю. Когда ты пьешь, вообще у тебя голова кружится и координации никакой. По-моему, вообще это полная фигня. И на доске так невозможно кататься нормально. Это камешки. Они помогают выиграть скейт или понтануться перед девушками. Ну да, ну да. Вот всегда так. Кто-нибудь идет, ты думаешь, вот сейчас я какой-нибудь сделаю крутой трючок. Они офигеют. Ты только едешь. Еще так взял нормально скорости и бац, кры, этот камушек. И ты летишь головой вниз. Блин. Всегда оно так. О, это просто классная идея в тачке. И траки такие красивые. Еще зелененькие. Сандера вообще просто суперски. А вот мне интересно одно. Когда он будет продавать эту тачку. Как покупатели будут смотреть на него. И на эту коробку передать. Вообще просто жесть. Вот кто реально рушит парки. Ну да, да. Это, по-моему, действительно так. Потому что у нас везде, где вылетают самокатеры и кидают свои насосы. Там такие дырки в покрытии. Просто офигеть можно. Сидишь, играешь, Тони Хоук. Вдруг идея. Пришло время показать, кто тут папочка. Он летит головой вниз с рампы или скользит и у него в заднице поломанный скейт. Вот это мемчик, что-то я не понял. Жесть боль, когда сезона ноль. А представьте, есть действительно такие города, когда по 8 месяцев в году снег лежит. И у них вообще крытых парков нет. Представляете, как им... Сейчас отвезу тебя домой и поеду кататься в парк. Парк не работает. И я давно хотела тебе сказать, что нам нужно расстаться. Как парк не работает? Бывает такое, когда ты очень чего-то хочешь, ты каких-то мелочей не замечаешь. Но в этом случае расставание и отношения это мелочь. Наверное, так оно и есть. Не знаю. Пишите в комментариях. Благодаря нам перилы не ржавеют. Ну да. А еще с них слетает краска. Они ломаются. И просто они все в парафине. И когда до них дотронешься, у тебя вся рука или вся одежда будет в парафине. Ну да. Зато они не ржавеют. Это плюс. Да. Да. Когда поставил мясной трюк, а друг забыл включить камеру. Ну да. У меня тоже есть такие друзья. И бывало так, что что-нибудь снимаю интересное. А блин. Он не включает камеры. Приходится переделать. Блин. Это бесит. Это разочаровывающее чувство, когда приходишь в парк, а там одни бэмеры. Ну, в моем случае, наверное, одни самокатеры. Потому что бэмеры-то еще ладно. Хоть как-то с ними можно кататься. Да, их много-много. А самокатеров, если много, то они еще вылетают свои скуты, бросают там еще что-то. Стоят там, где не нужно стоять. Бэмеры-то еще в сторонке сидят нормально. Там едут, делают трюк. Тебя пропускают. А самокатеры не так, блин. Но здесь, что я скажу. Я долго пытался понять, что это. Но в конечном итоге я понял, что это просто доска отреснута. И перерисовали мишку. Но выглядит мило. Очень мило. Как я вижу свой кикфлип, смотря на доску? Как видят мои друзья. Это еще бывает. Ты смотришь на свой кикфлип на видео, заснятый. И думаешь, да, какая же фигня. Я катил, катю и буду катить. Ну, здесь, мне кажется, лучше исправить на катать. Потому что я катю, катю и буду катать. Звучит как-то более круче. Ну, все, друзья. Мы будем с вами на этом прощаться. Если вам это видео понравилось, пишите в комментариях. Это первое видео подобного формата на канале. Если вам понравится хотя бы чуть-чуть. Хотя будет там, ну, лайков 5. Может быть, я засниму по настроению еще часть. Через там недельку, 2-3. Ставьте лайк. Всем пока. А, ну да, не забудьте подписаться на канал. Потому что мой канал, это вся моя жизнь. И скейтбординг, это моя жизнь. Поэтому поддержите меня. Дайте мне стимул к жизни. И подпишитесь. И поставьте лайк. Все, пока.